Всем привет, ребята! А перед просмотром я хотел бы вам напомнить то, что если на этой серии наберем 150 лайков, то новая серия выйдет еще сегодня вечером в 7 часов по Москве. Я действительно вам благодарен за то, что вы ставите лайки, за то, что вы комментируете. Я отдельно каждому благодарен и благодарен за то, что вы принимаете участие в обсуждении нового видео. Но лишний лайк, как говорится, не помешает и за это вам действительно, ребята, еще отдельная благодарность. Поэтому ставьте лайки и если набираем нужное количество, то новая серия выйдет еще сегодня. Всем приятного просмотра! Итак, всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Дисан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с вводом Пиксельмон. И, ребята, сейчас мы дальше пойдем прокачивать нашу команду, но сначала давайте-ка мы вот это все выложим в сундуки. То, что мы выбивали с покемонов. Так, это сюда, это сюда. Лечилочки, лечилочки, покеболы, камни эволюции. Вроде все, да? Да, нам действительно, нам, если... Хотя нет, я просто хотел сказать, ребята, нам, если честно, нужно купить левелболы и дасткболы. Но такое я сейчас подумал, зачем? То есть, все, уже некого ловить. Вот то, что я, ребята, знаете, что хочу еще проверить, действительно, нету ли у нас милтанка. Это фигня, если честно, если нет. Да, действительно, нету у нас милтанка, самого такого покемона, который кружляет возле нашего дома сутками, да? Но, наверное, поэтому, как бы, нету, да? Тех покемонов, которых легко словить, мы как-то забыли словить, не знаю почему. Ну, да ладно, сейчас попытаемся. Восьмой уровень. Пожалуйста. Не нужно вот это, что ты не залезешь сейчас в ультрабол, потому что кого-кого, ну, милтанка, я мастерболом никак ловить не буду. Или я лучше ночи дождусь, или сейчас лучше пойду левелбол, куплю, да и все. Ладно, иди ты нафиг. Лучше мы, ребята, пойдем в левелбол один купим, да и все, чем ловить милтанка в мастербол. В принципе, большой разницы нету, да? Левелбол там один алмаз, а в мастербол пять алмазов. Ну, как бы, все же. Так, 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 кто нам остался? Мюту, Поригон, Ила и Райкваза. Как раз такие покемоны. Не, ну, в принципе, мюту это сделать можно, но там нужно угадать, какие первые вот эти ставить фигни. Как их там. Ну, блоки ресурсов, да? Так, где у нас, где у нас, где у нас? Да, вот тут. Давайте купим один, друг. Ну, давайте два на всякий случай. Один Поригон. Давайте купим вот так, да и все. Там уже даже больше покемонов не будет, чтобы кого-то ловить. Поэтому, ребята, щам, щам. Давайте милтанка опять попытаемся словить. И, ребята, пойдем и дальше прокачат. Но сейчас, если честно, даже не знаю куда. Может идти попробовать ночью на Бишарпов. Мне кажется, Голдак уже должен потянуть. Хотя, ну, ладно, это нужно будет попробовать. Так, милтанк, вот. Нужно будет попробовать. Потому что эмолга у нас уже 50 уровень. Понита 39. Не, ну, в принципе, Пониту тоже нужно будет прокачать на Бишарпах. Понита 39. И, 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 пам. Попали. И левел в волк. Кого там? Ну, говорю, это Голдак, мне кажется. Может. Ты че, издеваешься? Ну, ты 11 уровень. Ну, че вы такие, зараза, вот эти мелкие уровни. Ну, просто, ну, ну, никак не хотят ловиться. Вообще, никак. И это милтанки такие. Да, в принципе, нет. О, наконец-то словили. Так. Не только милтанки, а все. Ну, такие мелкие уровни, да. Так, словили. Да, ты ж... А, куда бы нам пойти, ребята? Хотя, нет. Нет. Так, а это не так у нас должно быть вроде. Нет, ребята. Нам еще свадло на... Нужно прокачать. А как он эволюционирует? Он вроде сейчас эволюционирует с помощью... Эм... Счастья. Так, ребята, ну что? Давайте тогда свадлона прокачаем. Вот. Он же... Сейчас у него есть еще одна эволюция, но его нужно с помощью счастья прокачивать. Поэтому, ребята... Нет, не Молга. А, вот он. И вот так. Отлично. Потопали ребята на остров. Какие там координаты? Твою ж... Фуражку. Я уже забыл. 18... Минус... А, так, ща. Минус 800. Восемьсот. 75. 1412. Почти я угадал. Тогда я не знаю. Почти я угадал. Ладно. Ща мы, ребята, будем тпхаться, пока не тпхнемся. Во. Угадал. Так. Ммм. Сводлон. Давай. С двух ударов. Отлично. Ребята, в этой серии, если офигенно постараемся, прокачаем свадлона к 50-му. Если... Если постараемся. Амм. И тем временем, пока мы будем качать свадлона, там же и другие будут прокачиваться. Вот видите, это все еще до сих пор не пропало. Так. Отлично. И еще раз. Ну ладно, давайте я молгу. И там, мне кажется, потом нужно будет новую партию делать вот этого. Кто это там? Старли. Она, походу, под островом или... Или... Так. Глум. Отлично. Да какой... Твою ж... Так. Глум, иди сюда. Отлично. И еще раз. Не бей нас, пожалуйста, Глум. Офигеть. Ну, конечно, если ты так лечиться будешь, то, конечно, мы тебя фиг убьем. Офигеть, ты че, издеваешься, что ли? Ладно, Эмолга. Твой выход. М. Ну да. Не, ну вы просто посмотрите, какая нафига... Отхренеть. Она даже не думает, что там остановиться, лечиться или нет. Она тупо атаки даже другие не использует, а просто лечится. Убей ее, убей ее, свадлон, потому что... Офигеть. Так. Давайте дальше. Тебя. Быстренько. Ну. Говорю, ребята, там 15 уровней еще осталось. Нужно постараться. Так. О, понит эволюционирует. Давай. А сколько у нас? У нас там вроде еще полстака раркенди осталось. То есть, ну, в принципе... Ну, это, мне кажется, и так нужно будет делать, полстака не хватит. Если мы всю команду прокачаем к 50 уровню, то там уже стак раркенди нужно. Поэтому нет, ребята. Нужно будет... Нужно будет прокачивать еще. Или прокачивать, или пойти еще раркенди сделать еще полстака. Так. Ну, пока, как я говорил, ребята, давайте попробуем. Может, получится у нас в этой серии. Из свадлона прокачать к 50 уровню. Что у него растет там? Да, у него растет там, ребята. Растет счастье. У него уж 158 уже. Твою ж! Ну да, в принципе, он еще не такой уж большой уровень. Вот так. Идем дальше. Быстренько, быстренько. Вот тут бы светить это все нужно, потому что толком нифига не видно ночью. Вот так. Давайте тогда по ниту. Хотя, в принципе, тут небольшие уровни. Ну, да ладно. Их тоже можно поубивать. Быстренько только. Так, свадлон. Ох. Ну, этого ты 100% должен убить. Ну. Отлично. Так. Дальше. Поехали. 14 уровень. Если успеем, то может он даже эволюционирует уже в этой серии. 36. В принципе. Думаю, что... Ну, хотя... Ну, не знаю, ребята. Нужно будет посмотреть. Вдруг эволюционирует. Так, отлично. Еще. Тут у всех, ребята, вот так нужно перебивать. Быстренько. Так. Дальше. 37-й уже. Ну, нифига себе. Мне кажется, или не спамится, и спамится. То есть, мы их бьем, они сразу же спамятся. Или мне кажется. Так. Тебя. 37-й. 37-й. Так. Быстро, 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 быстро. Так. Это можно тоже нафиг выкинуть уже. Потопали... О! Нифига себе, сколько там сквитлов заспавнилось. Поэтому их тоже нужно убивать, чтобы переспавнивались кто-то другие. Так. Тебя. Ух. Во. Отлично. Так, быстро. С 13 турами. Быстренько, ребята. Сейчас попытаемся, попытаемся. Фух. Ну что, ребята. Скоро Новый Год уже. Ну, меньше месяц. Ну, не меньше. И, нет, и не полмесяца. Больше, чем полмесяца немного. Но все же. Скоро Новый Год, ребята. Я снег хочу видеть, но не увижу. Не увижу я, ребята, снег тут. Тут, если снег выпадет, то... Португалы с ума сойдут, где я живу. Просто, знаете, такое. У меня такая фигня в школе была, когда я учился в школе. Ну. Ну, знаете, то есть... У меня такая фишка была, что я... Как это можно сказать? Типа, я какой-то был самый закаленный в школе. То есть, мне никогда холодно не было. Ну, на Украине, где я жил, например, да, там... Обычно зимой там сколько? Минус 10, минус 20, да. Летом обычно там сколько? 30-40, когда уж прям очень жарко. Тут, знаете, тут летом тоже 40-45 где-то. Да ну, просто тут летом нереально жарко. Осенью тут 20-30. То есть, на начале осени там 40, потом в середине осени 30, потом в конце осени 20. А зимой тут, вот сейчас у меня декабрь, ну, приблизительно градусов так 10-15. Днем обычно так, ночью может где-то там 8-9 будет, то есть меньше. Ну, понятно, это же ночь, да? А в школе, знаете, такое осень там 20-20, ну, где-то 25-30 градусов тепла, знаете. А я иду в школу в шортах, в майке, в кроссовках. Иду себе обычно в школу, мне даже жарко, знаете. Я прохожу 10 метров, я уже весь потный, потому что тут так жарко, что это сдурить можно, если честно. Я такой захожу всегда в школу, там в майке, или там в рубашке, в шортах, в бриджах. А они, короче, уже сидят в штанах, в трех фуфайках, в трех куртках, и такие смотрят на меня. Ни хрена себе, парень с Украины приехал, ни хрена ему не холодно. Ну, я такой просто думаю, ни хрена себе, тут 25 градусов жары, я хожу по улице, пару метров пройдусь, меня уже все течет, потому что тут так жарко. А вы сидите там в трех фуфайках в школе, и вам не жарко. Это всегда было. В принципе, зимой тут тоже, знаете, 15-20 градусов, но я так привык на Украине к холоду и всему такому. Или, знаете, другой вариант, то, что я заскучился по холоду, потому что тут, в принципе, его не так уж и много. Может, иногда такие пару дней в году, где более-менее так холодно. И поэтому, знаете, зимой я тоже, ну, уже ладно, там не в бриджах, а, например, в джинсах, да? Ну, в джинсах и рубашке, там, прихожу в школу, они, если осенью там в трех куртках сидели, то зимой в пяти куртках там сидят. Знаете, 20 градусов тепла, там 15-20, и когда как. Утром, может, 15, там уже после обеда 20-25 уже. Они такие сидят там в трех штанах, ну, в трех я это образно, да, там, может, кто-то в одних, кто-то в двоих, там, в двух кофтах сидят в шапках в классе. Ну, в принципе, там такое, знаете, тут разрешали и в шапке сидеть, и еще что-то такое. Ну, в принципе, не то, что разрешали, тут на это как-то внимания не обращали. Если, например, в Украине, там, в России, да, там, уважай правила, если тебе там учителя говорят, да, нельзя заходить в помещение там в шапке. Тут как-то, знаете, в шапках, во всем как-то так сидят, сидят и попят. Такие, ну, такие мерзнут, мерзнут. А знаете, самый прикол, ребята, что? Что тут в класс покупали, как это называется, вот эта хрень? Радиатор, прикиньте, покупали в класс радиатор, ставили посередине класса. Я сижу зимой в рубашке в классе, они покупают радиатор, ставят его посередине класса, и сидят возле него, собираются всем классом, не за партом, типа, как парты обычно, да, в школе. Они собираются и сидят возле радиатора всем классом. А еще самое прикольное, знаете, что? Что они с дома приносят одеяло в школу. Я вам серьезно говорю, они тупо утром, знаете, там, первая пара, вторая пара, потому что у меня в школе там пары были. А они с дома приносят одеяло, укрываются и садятся возле радиатора и тупо там греются весь день, пока не пойдут в школу. Это для меня больше смешно было, чем для них то, что вот парень там в этом, как его, в майке сидит зимой там, и ему не холодно, а ему жарко. Потому что это действительно смешно так было. Сколько меня расспрашивали, да ну нафиг, ты в майке там сидишь, тебе не жарко? Я говорю, тебе не холодно? Я говорю, какие нафиг холодно? Я тут парюс сижу, мне жарко, а вы спрашиваете, холодно ли мне? Это действительно просто смешно было так смотреть, когда я прихожу в майке, они там возле радиатора укрытые сидят в одеяло. Так, это что за хрень? Так, ребята, это походу какой-то... Ну вот такая хрень выкидывает у меня, бывает. Но после вот этих выкидов, самое большее происходит вот тот баг, где зависает вся команда, не качается опыт. Ча, это нужно, ребята, 100% проверить. Потому что если это так, то это хреново нужно. Хотя нет, вроде... Вроде... Вот эти пропадают удары. Да, и нам урон идёт, поэтому всё нормально, залагало. Поэтому, ребята, это, в принципе, так смешно мне было, что это с ума сойти можно было, честное слово. А когда там на физкультуре тоже, знаете, зимой физкультура, ладно, я выхожу в шортах и всё такое там обычно. Пять метров пробежишься и... И всё. И, в принципе, тебе уже любому там жарко станет. Не, они там в штанах, в кофтах приходят, в шапках, в спортзале. А там такие спортзалы, может, не такие, как в Украине, в России, в школах. А там, в принципе, офигенные, там, вроде, и подогрев есть, и всё такое. Вроде, или я не помню. Но, короче, они везде, они такие замерзляки. То есть, эти страны, Португалия, Испания, там, в таких городах, знаете, где никогда снег не падает, и всегда так тепло. То люди тут, в принципе, такие замерзляки. Вроде, кажется, что у них всегда тепло. А когда там на пару градусов уменьшается температура, то им там сразу холодно становится. Это как-то странно. Ну, и, ребята, если смотрите с одной стороны, да, то тут всегда тепло. Всегда. И, по сути дела, они должны привыкнуть к этому теплу. И им всегда должно быть жарко. То есть, не что там, например, холодно, и всё. Но это как-то немного странно. Или, если смотреть с другой стороны, да, то они, как я говорю, привыкли к этому теплу. Им всегда жарко. Но когда там, например, вот это тепло пропадает, и температура уменьшается на пару градусов, градусов, то им сразу становится холодно, потому что там уже не так жарко, уже немного, немного холода. Ну, тоже может такое быть. Но, говорю, я там всегда был таким, что парень никогда не замерзает. 20 градусов тепла, я такой, нихрена себе сейчас бы в бассейн там пойти, знаете, или куда-то там поехать, вскупнуться, потому что такая жара, что я не могу. Ну, не 20, там 25, около 30. А они в кофтах сидят, мерзнут, укрытые в одеяло. Ну, в принципе, я не знаю. Тут, например, зимой, ребята, ну, может, с трёх месяцев тут есть пару дней, где где не жарко, где просто туча знаете, заходят и то, что немного прохладно. Но, я не знаю, им всегда так холодно, что-то с ума сойти. Я просто и смеялся с этого, и не знаю. А у нас вообще в классе была одна девушка, которой круглый год было холодно. когда её не спроси, когда её не увидят, то есть, ну, где-то в городе или в школе ещё где-то, ей веч... ей... прям... круглый год, знаете. От 31 декабря до 31 декабря следующего года там ей тупо холодно было круглый год. у неё ещё такой... такой тупой, как это можно сказать, такая привычка была. Она на каждом уроке, на каждой паре, на каждой перемене каждый раз говорила, ух, нихрена себе, как мне холодно, ух, нихрена себе, как мне холодно. И я уже знал, что вот, чья урок закончится, она сразу скажет, что ух, нихрена себе, как мне холодно. И так каждый день она по 10 раз это говорила. Что-то прям с ума сойти. И так же у неё была подружка одна, тоже кадр. Если та говорила, что ух, нихрена себе, как мне холодно, то вторая говорила, ух, нихрена себе, какая я голодная. И вот такие две дуры ходили круглый год в школе, одна говорила, как мне холодно, другая говорила, какая я голодная. И тоже кадры такие были, что хрен его знает. Просто, ребята, я не знаю, смотри, у меня сейчас 1 час ночи, я сижу тут и гираю, а апотею так же это с ума сойти. В прямом смысле то есть не скажу, что прям жарко, но как это можно сказать? Немного парит. Да, тут такая вообще в воздухе всё такое, что немного парит, если честно. Так, ну что, ребята, не прокачали мы, конечно, свадлона к к к к к к 50 уровню, но если так смотреть, то он уже сейчас должен эволюционировать. Эволюционировать или я чё-то пропустил? Он вроде должен нас... Короче, ещё один уровень, и он должен эволюционировать. Ща посмотрим, ребята. Быстренько. Во, да. Как раз, ребята, свадлона эволюционирует, я думаю, ща можно уже будет на этом закончить эту серию. Давай, 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 свадлон. 45-й. Ну, более-менее так прокачали, сколько ему там? Меньше, чем 15 уровней. Но всё же отлично. Левань. Так, эмолга 51-й, рапидашу, ну, то есть, по нити мы прокачали 4 уровня, и она эволюционировала. Голдаку тоже где-то так. В принципе, всем где-то так по 2-3 уровня мы прокачали. Метангу тоже вроде 4 уровня мы прокачали. Ну да, в принципе, нормально. Так, тогда, ща, ребята, тогда это уже можно снимать, если мы уже прокачали, зачем, когда мы будем... Так, это тогда сюда. Твою же, я забыл на эмолгу экспэшер одеть. Ну, ладно. Так, вот так. Всё, сейчас, в принципе, дальше прокачивать. Ещё Левань нам нужно прокачать 5 уровней, и, в принципе, будет офигенно, потому что она будет уже 50-й. И, после этого, ребята, мы, наверное, всё-таки пойдём потом на Бишарпов, и там будем прокачивать нашего... нашего... Левань и нашего Гулдака. Так, во. 46-й. Ну, да, в принципе, она медленнее прокачалась, потому что у неё Лаки Эджи не было, поэтому мы её не успели докачать к 50-му уровню. Так, ну, всё. О, босс, я когда не заметил, а ты хотел спрятаться, Кингер. Так, отлично. 3000 опыта. 47-й. Ага, хотя, ребята, даже ещё успеем прокачать. Сейчас мы отделили Лаки Эджи на Сиаване и попёрла кач. Так, сейчас что-то вот этот очень напасть на нас. не, не хочет. Так, сам урод. Давай, дай нам, дай нам нормально так опыта. 48-й. 48-й. Дальше. Дальше. Успеем, ребята, мне кажется, сейчас ещё оттвоюж. В бою 2. Так, успеем. Да. Но всё же, в следующей серии, ребята, мы потопаем на на Биша... О, кто там? Крабий. Ап, не нужно. Мы уже словили, ребята, Шайни Краби, поэтому нету смысла ещё одного ловить. Так, Киндер, иди сюда. Да не Морипа, Киндер, я же сказал. Во. Во. Сейчас, ребята, просто, знаете, такие стоим и тупо сейчас в кучу будем кидать. Вот так, туда. Лети, покебол, попадай куда хочешь, только дай нам нормальный опыт. Так. 49-й? 49-й, отлично. Так. Успеем, ребята, ща. Ещё тут парочку покемонов, по сути дела, осталось, чтобы нам уровень дать. Так. Там ещё кто-то прокатил. Ого. Опа. Опа. 91-й. Нифига себе. Так, ладно, давай ты, амолга. Них, да ты чё. Нихрена себе. Хотя бы, да, в принципе. Так, вот. Куча всяких ресурсов выпала. Так. Отлично. Там ещё босс был вроде, но... Он уже не пропал. Или он где-то в воде был. Пофиг, в принципе. Одного мы убили, нормально так вещей выпало. Сейчас ещё смотрите. Тут, в принципе, парочку покемонов больших уровней и... Замечательно. Мы уже можем уходить отсюда и идти домой. Так. Вот. Всё, как раз нам уровень сейчас даёт. Отлично. Эмолга 51-й, Рапидаж 44-й, Лиавани 50-й, Голдаг 40-й, Метанг 37-й и Таурус 44-й. Замечательно, ребята. Прокачали мы нашу команду немного. Можно идти уже домой, в принципе, что мы уже сделали. И на этом, ребята, закончат эту серию. Как раз сейчас уже ночь будет. Нужно потом ещё будет Райквазу попытаться как-то словить. Её у нас не хватает. Единственное покемона, который сам спавится. Потому что Мьюту мы сможем заспавнить и Поригона, а мы, в принципе, заспавим, потому что по-другому он не спавится. Поэтому, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забываем, если наберём 150 лайков, то новая серия вечи сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи, всем... Всем... Чё всем? А, всем пока, ребята, пока.